Уральская редакция Соловьёв Лайв продолжает говорить и показывать. Так, переходим к нашему гостю, к Марьяне Наумовой. Подключайте, пожалуйста, Марьяну. Марьяна Александровна Наумова. Краса и гордость русского мира. Марьяна, привет. Марьяна, военкор. Ну, я уже говорил, спортсменка, комсомолка, отличница и просто красавица. Это вот, если кавказскую пленницу, это вот про Марьяну только. Вот, ещё хотелось бы вернуться к вопросу Ащебекина. Я на самом деле, ну, девчонка, да, и, наверное, было бы, конечно, странно давать какие-то советы военным, но я вижу, как кошмарится абсолютно русский город, абсолютно безответно. Конечно, я не могу давать советы какие-то военным, но я знаю, что есть такие контрбатарейные установки, по-моему, они называются запарк, которые должны вычислять траекторию снарядов и давать координаты на цель нашей артиллерии. Вот где эти запарки? Я знаю, что некоторые такие установки были брошены при отходе под Харьковской областью. Вот, и у меня вообще возникает такой вопрос, ну, не только у меня, а вот ещё у моих сверстников, да, у ребят моего возраста. Почему не наказаны те люди, да, те вороватые, вот эти жирные мудаки, сидящие жопами на хороших зарплатах, на своих тёплых должностях? Вот почему? Вот как говорил Сталин, что у каждой ошибки есть имя и фамилия. И вот если вы посылаете нас, молодых ребят, моих сверстников на смерть, покажите и накажите тех, кто всё это время наживался на этом, не выполнял свои обязанности, не разрабатывал новое вооружение, распродал всё советское, кто должен был отвечать вот за амбонтирование, сухпайки, бронежилеты и так далее. Вот это очень важный и интересный вопрос, потому что я очень много работаю на линии фронта, я вижу слишком много правды, которые, на самом деле, иногда не хотелось бы видеть. И возникает очень много вопросов, на которые бы хотелось когда-нибудь получить ответы. И как можно скорее, на самом деле. Вот так. Марьян, спасибо тебе большое, удачи, мужества. Вообще спасибо за то, что ты есть. У нас была Марьяна Наумова, когда-то чудо-девочка, сейчас чудо-девушка, спортсменка, комсомолка, отличница, просто красавица. Подписывайтесь на её телеграм-канал Марьяна Батьковна. На всякую прочую ерунду Марьяна Александровна предостерегла. Нет больше у неё никаких телеграм-каналов. Соблюдайте информационную гигиену. Не подписывайтесь на то, что они или какие-то просто мошенники, которые желают заработать или используют имена знаменитых людей и открывают какие-то телеграм-каналы, ну или какие-то цепцошинки. Продолжение следует...